Перекрыть железную дорогу угрожают жители села Степанки, Черкасская область. Они требуют ускорить ремонт автотрассы, поскольку работы должны были начаться еще месяц назад, но приступили к ним только сегодня. Почему, расскажет Станислав Кухарчук. Вот так выглядит выезд из села Степанки. Еще в прошлом году местные жители забросали ямы камнями. В этом дорогу должны были отремонтировать за счет Государственного дорожного фонда. Подряд почти на 5 миллионов гривен. По договору работы планировали начать 15 августа, но пока дорожников здесь не видели. Она единая в Черкассском районе, выиграла все тендеры по ремонту всех дорог, местного значения, загального использования. И вся сама фирма выиграла тендер на ремонт дороги государственного значения Р-10. То данная фирма просто физично, неспроможна выполнять эти работы. Это еще один аварийный участок. Тендер выиграл тот же подрядчик. А вот ремонт проводит субподрядная организация из Смелы. Хотя еще до начала тендера, судя по этой справке, подрядчик обязался сам выполнять все работы. Не на камеру рабочие рассказывают. Их наняли на полный цикл. От фрезеровки до укладки покрытия. Генеральный подрядчик только обеспечивает асфальтом, который сам и производит. Всего компания выиграла 7 тендеров на сумму более 30 миллионов гривен, утверждает активист Артур Чемерис. И уверяет, практически по всем объектам работает по такой же схеме. Найбільший интерес – это продать асфальт, на самом деле. И там уже мать того, какие-то деньги. А кто его там будет встелить уже для головного подрядника Аницика? Он реализует свой интерес. Офис компании с многомиллионными оборотами. Это всего лишь два арендованных кабинета в помещении частной клиники. Встречу директор и президент компании назначают нам на улице, подальше от офиса. На камеру говорить отказываются. Почему выкрустает истинка? Так нам выгодно. Это экономика такая. Я как бизнесмен, так мне выгоднее делать. Ну, не совсем частно. Почему? Контролировать, как долго прослужит асфальт и на что уходят деньги дорожного фонда, обязан распорядитель средств, областная служба автомобильных дорог местного значения. Ее руководитель по телефону пообещал ответить на все наши вопросы, только при личной встрече. Я скажу, я вас наберу и вам по любому из устрирую. На все ваши питания я надам обрунтование. Но за неделю у чиновника так и не нашлось времени не то, что встретиться, а даже позвонить. Тем временем подрядчик все же начал подготовку к ремонту дороги Н-16. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Продолжение следует.